Полно 14 марта россияне ждали, как Новый год. Одни судорожно обновляли ленту Инстаграм, подводили итоги и писали прощальные посты. Другие с интересом наблюдали, заблокируют или нет. Ответные действия на провокационное заявление Метани заставили себя ждать. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту. Блогер Ольга Балабанова – активный пользователь Инстаграм последние 10 лет. Из фотоальбома соцсеть стала источником не только вдохновения, но и заработка. Начинать сначала сложно, но возможно. По ее мнению, количество фолловеров в новых соцсетях покажет, у кого из блогеров живая, ненакрученная аудитория. Торг, принятие, депрессия – все это у меня, все стадии я прошла. Но потом просто нужно понимать, что на этом жизнь не заканчивается, и соцсети тоже на этом не заканчиваются. И я сразу видела перспективность именно в приложении ВКонтакте на этой платформе. Во-первых, потому что аудитория уже там была российская, они уже знают эту платформу. И там сейчас все инструменты такие же, как в Инстаграме. После ограничения доступа к платформе, Одноклассники ВКонтакте и Телеграм получили рекордное количество новых пользователей. В то время как Инстаграм начал активно терять аудиторию. Инфлюенсеры, таргетологи, СММ и контент-менеджеры покинули интернет-дом и сменили вектор развития. Отдел спецпроектов информагентства «Импульс Севера» активно наращивает свое присутствие на отечественных площадках. Мы не можем сказать, что 100% нашей аудитории перекочевала на другие площадки. Но сейчас мы планируем достаточно обширную пиар-компанию по вовлечению аудитории в наши новые каналы информации. И даже на улицах города можно будет встретить и нас, и напоминания о нас, о том, что необходимо подписаться на наш Телеграм и ВКонтакте. Сейчас ВКонтакте используют уже более 50 миллионов человек в день. Взаимодействие в сети выросло на 250%. Люди больше не выбирают для работы одну соцсеть, а адаптируют контент для всех возможных площадок. Тем самым только наращивают аудиторию и потенциальных клиентов. Милана Федорова, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера».